всем привет дорогие мои друзья рада вас приветствовать на канале мари арт живопись маслом и сегодня мы с вами напишем картину огни ночного города холстик у меня на картоне формат 20 на 30 вытянутый формат можно 30 на 40 можно 40 на 50 то есть вообще без разницы то есть здесь мы будем создавать город посмотрите да будет очень просто то есть какой-то вытянутый формат но можно в любой абсолютно в любой вместить подписывайтесь на канал включайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео мы с вами приступаем разбавитель white spirit без запаха текуриловский кисть возьму вот такую вот небольшую щетинку жиденько делаю краплак и намечаю нашу линию горизонта поделила холстик на три части до приблизительно и то есть в середине средней полосе разметочки у нас будет размещаться город сейчас я намечаю такими вот просто прямоугольниками пошире по уже повыше пониже то есть разнообразные такие прямоугольники то есть силуэтики зданий здесь я их собираю как что-то напоминает тетрис да такое вот то есть строим фигурки на что хотелось бы обратить внимание то что центр города да вот который у нас центр композиции там вот у нас самые высокие здания а в края уже делаем более маленькие здания и вот этот центр не делайте самые высокие здания вот конкретно четко в центре холста сместите их куда-то либо вправо либо влево и вот сейчас я жиденько заполняю ультрамарин темный и индиго такими вот мазочками горизонтальными заполняю небо обхожу наше здание тоненьким слоем где-то больше ультрамарина где-то больше индиго в правый край там у нас будет подразумеваться что солнышко где-то там садится и там будет немного светлее то есть будет такое солнечное зарево добавляют краплака где-то верхнюю часть до книзу спускаюсь к линии горизонта городу нашему там еще может быть зарево от самого города да вот огни горят такие вот зарево остается что хотелось бы сказать по поводу домов до этих расположения в принципе вот я когда искала в интернете очень очень большое количество всевозможных вариантов вот этих ночного города то есть можете здание выстроить как-то там где-то взять другую идею да к примеру я тоже взяла идею вот взяла оттенки небо да как какие-то такие моменты но каждое здание я ни в коем случае точно также не выписывала то есть их уже расположила как мне этого хочется и вот сейчас вы видите я закрасила желтый 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 с белилами оранжеватый такой разбеленный оттенок ту часть неба где у меня будет там вот солнышко садится то есть самого солнца нет но вот этот вот как бы светлый фрагмент небо да нам дает понять что она там и вот кисточка я сухой абсолютно сухой делаю плавные растушевки и убираю как раз лишнюю красочку третий я повозила кисточкой сняла лишнюю краску то на на кисточке и протерла и опять сухой кисточку пошла дальше снимает растушевывать чтобы не было никакой там пастозности бледным розовеньким белилки с капелькой краплака я намечаю вот что-то такое подобие каких-то светлых облачков дымки краплак с ультрамарин с ультрамарином получается у нас такой фиолетовый оттенок на желтый вот этот вот кусочек неба я запускаю такие вот тоненькие темно-фиолетовые облака то есть не сплошным каким-то до куском я закрашиваю а именно вот такие вот тоненькие узенькие полосочки облаков еще раз замешиваю тот же фиолетовый то есть ультрамарин краплак розовый и легонечко не спеша намечаю такие вот облачка небо тоже как бы смотрю чтобы были какие-то вот интересность была не просто подчеркала где-то дать синее пятно желтое пятно то есть создаю какое-то мерцание этих и разбеленных розовых и темных на желтом да вот этом фоне неба то сделаю разнообразно интересно вот я взяла белилки с желтым еще посветлее какие-то участки где самый такой такой яркое свечение от солнца на где она садится то есть потихоньку добавляю разбеленный розовый видите как дрожащей рукой провожу то есть создаю какие-то такие коротенькими мазочками хорошо пройти вокруг города город у нас будет темный до почти черный и вокруг него сделать какой-то такой светры светлый ореол для того чтобы он контрастно смотрелся то есть он у нас не будет совсем мрачный данный будет хорошо читаться на фоне светлого этого неба добавляю еще потемнее оттенки вот этих вот темно-фиолетовых облаку высматриваю то есть создаю вот интересность да то есть я проложила первый слой он так чуть-чуть списался желтым и сверху добавляю еще то есть усложняю как-то их извиваю красиво эти облака тоже в принципе можно поработать поискать какие-нибудь закаты к примеру до взять город взять отдельно какой-то закат к примеру там понравится вам какие-нибудь форма облаков и туда нанести вот уже какие-нибудь свои облака можно задать им не какое-то горизонтальное движение более что-то такое интересное закрываю водичку тоненьким слоем на большом количестве разбавителя тоже ультрамарин индиго тоненьким тоненьким слоем с правого края так как у нас там не буду тоже отражается но она у нас не будет желтая как на небе да но будет все таки покажем его светлее через краплак и объединяем все вместе то есть плавный переход делаем из краплака в ультрамарин кисточка строительную у меня такая щетинка мягенькая этой кисточкой легкими легкими движениями сильно не давите очень очень аккуратно периодически я протираю салфеточку и и если вдруг пачкается да там чтобы из светлого в темный там не запачкать либо наоборот темного не добавить в свет то есть постоянно протираю и начинаю эти растушевки со светлого участка неба и двигаюсь в темный и затем уже водичку следите за линии горизонта чтобы она завалена не было можно даже ее в принципе под линейку очертить у кому допустим тяжело до сделать под линейку чтобы линия горизонта была одинаковая справа и слева и не завалена такое растушеванное небо все получилось мастихин беру мастихин я взяла такой вы можете взять какой нибудь другой свой которым вам удобно работать но что хотелось бы сказать пожелание да такое как бы обязательно чтобы край был рыбка вот не подойдет у нее закругленный краешек а нам надо ровные края здание делать то есть какой-то мастихинчик где ровный край и вот набираю пастоз на красочку конечно тяжеловато по сухому холсту ложится красочка можете в принципе себе как бы изначально наметить проложить к примеру тонкий тонкий слой кисточкой втереть тот же индиго да а потом уже мастихином но как бы вы закройте вот эти вот разметки и вот я закрываю хотя у нас целиком и полностью вот этот силуэт города будет черный да вроде бы там не особо видно этих зданий но мазочки пастозные до которые остаются от мастихина они все равно показывают размер вот этих зданий где они там отделяются то есть довольно таки пастозно примите остаются такие вот клякс очки краски если небо вода у нас написано так вот тоненько да так воздушно то по сравнению с небом и с водой дома у нас создание написаны будут большим количеством краски и так вот заполняю разнообразно такие вот все наши дома где-то если какие-то маленькие здания то есть контролируем до набираем на самый краешек мастихина красочку если у нас более большой участок то есть можно уж побольше набрать также что хотелось сказать для тех кто не умеет до мастихином писать только начинает смотрите если вам надо проложить какой-то допустим левый край здания ровный то и красочку набирайте на левый край мастихина если вам правы надо до край проложить то и набираете краску на правый край мастихина чтобы получился ровный край именно там где вам надо и вот создаю какие-то нанесла до основы зданий и вот они смотрятся так вот скучновато но я добавляю там за ними еще какие-то реки маленькие город же у нас не состоит из одного ряда зданий которые да вот перед нами то есть там за ними еще какие-то дома вот они за них макушечки выглядывают то есть создаем делаем интересный такой силуэт города пока чисто индиго и больше ничего не используем аккуратно не спеша заполняем низ сильно не прорабатываю там у нас потом будут какая-то возможно набережная да там огоньки возможно какие-то магазины рестораны и все это все эти фонари и афиши все это светится горит то есть там у нас будет свет фонарики если прорабатывают так вот не сильно здание видите более узкие более высокие более таки пониже к примеру и более длинные разнообразные не уходите в какую-то одинаковость что у вас каждое здание будет одинаково по форме то есть постарайтесь на этом этапе сделать все такие какие-то интересные разнообразные беру кисточку и вот нижний край я горизонт очерчиваю не переживайте также если у вас от мастихина краска к примеру попадает на на воду там у нас все равно будет теневое отражение от города как бы ничего страшного сейчас я смешала коричневый желтый индиго там можно чуть-чуть утрамарина такой зеленоватый оттенок грязноватый и вот таким оттеночком с белилками тоже я наношу какие-то освещенные части наших домиков уже создаем какие-то объем чеки до плечочки ну то есть чтобы он не был такой прям как сказать зеленый да я его примут вмешивая в предыдущий слой который мы нанесли на дома да в индиго и он такой становится больше похож на серенький чем на зелененький где-то добавила темным где-то вот добавила белил дал такими более светлыми моментами и сейчас уже этим цветом можно как бы мы индиго показали общий контур темный да а светлым можно уже показать какие-то более маленькие здания здесь уже впереди ближе к нам на переднем плане добавила больше желтого вы видите этот зеленый таких оттенков и опять таки тоже где-то я горизонтально держу мастихин где-то вертикально то есть создаю такую интересность этих зданий досконально прям выписывать ничего не надо соответственно там это очень далеко мы видим только какие-то контуры очертания наш мозг уже додумает да что там какие-то домики какие-то возможно как я уже сказала до магазины возможно либо рестораны что-то там такое вот то есть создаем такую скажем так многослойность то есть передний план дальше у нас какие-то идут многоэтажные дома разнообразные более желтеньких и в края я ухожу уже конечно более такие вот мелкие какие-то детальки какие-то там домишки что-то даже могу просто вот коснуться мастихином да какие-то пятнышки там остались буквально этого достаточно чтобы понять что там какое-то движение что то есть а что ну что то есть вот оттеночек такой грязно-зелененький добавляем каких-то более ярких моментов то есть смотрите что касаемо даже на наших огней да вы определились уже до представим вы определились как у вас будут закомпонованы ваше здание вы определились где у вас будет центр композиции смещенным будет вправо либо влево да то есть смотрите туда и надо делать весь акцент то есть если у вас здание там какие-то да то есть мы все внимание подчеркиваем туда там у нас будут самые освещенные фонари там у нас самое самое яркое место будет то есть мы максимально это все дело подчеркиваем всем этим а расходится уже в стороны менее такое все яркое размерами поменьше то есть вот у меня обратите внимание до самое высокое здание под ним внизу тоже такой довольно таки какой-то высокий блик какого-то там вывеска возможно какая-то яркая там неизвестно да что ну то есть оно и размером больше и яркости там каких-то сочных оттенков больше да можно проложить и желтых и оранжевых и разбеленных желтых ну то есть задать вот эту яркость именно в этом месте а в края уже расходятся какие-то фонарики но они очень очень маленькие буквально на краешек мастихина набрать красочку и так слегка слегка прикоснуться этого будет достаточно извиняюсь где-то чистых желтых добавляют где-то желтенький с красненьким оранжевые можно также добавлять белилами какие-то фонарики но очень аккуратно красненьких оранжевых зеленоватые могут быть могут быть голубоватые какие-то ультрамарин с белилами да такие вот какие-то фонари светится разнообразно сейчас вот тонким слоем вертикальными мазочками я прокладываю отражение нашего города то есть здесь тоже смотрим да у нас вода подразумевается что такая вот тихая спокойная и соответственно у нас особо ряби не будет и то есть прокладываем отражение там где у нас высокое здание соответственно и отражение буду такого по длине и где короткая то есть зеркально отражаем и вот у нас оранжевый то есть смесь желтого и красного плюс туда чуть-чуть коричневого вот можно сделать такие вот замесы какой-то вот коричневато охристы к примеру да разбеленный желтый потом какой-нибудь и вот ультрамарин с желтым с белилками такой вот бледненький зелененький да то есть несколько таких оттенков замешать и прокладывать наши светящиеся окошки и делать их не допустим не одни бледно-желтые а какие-то и более темные то есть вот эти охристые да какие-то более яркие белила тоже добавляем но аккуратно буквально несколько вот в здании в одном там несколько точечек совсем чуть-чуть чтобы не перебили все таки белила они у нас яркости не добавляют лучше будет смотреться разбеленный желтый чем чистые белила вот самым-самым носиком мастихина я работаю где-то ставлю точечки где-то прям процарапываю да такие вот горизонтальные линии показывая что прям там целый этаж до светится горит где-то более темные то есть смотрите вот сами вспомните до ночной город в любом случае да все видели как светятся окна в многоэтажках они не могут гореть все одновременно сразу то есть какие-то квартиры к примеру уже люди спят и там свет не горит то есть и мы закрываем вот этими пятнышками разнообразными да это свечение в окошках не везде а так вот где-то там 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 загорелась да где-то к примеру возможно горит в каком-то окошке ночничок и там такой легкий легкий свет то есть там не будет какого-то яркого света а будет такой приглушенный то есть он фонари горят вывески какие-то что-то такое чтобы было поярче поинтереснее прям вот чистый красный какие-то здания можно сделать маленькие на переднем плане не обязательно вот такими бледными да можно взять оранжевый цвет либо красноватый какой-нибудь такие здание сделать то есть это вполне может быть потому что там у нас освещено да видно улица фонари и горят то есть если весь город у нас такой темный у нас в тени там не видно до оттенков домов то здесь в освещенной части данной этой набережной здесь уже могут быть видны оттенки домов но и не так ярко все-таки у нас уже такое вечернее время суток поэтому все делаем так вот приглушенно плюс для того это делается чтобы у нас наши окна да вот огни огни картина называется до огни большого города чтобы у нас акцент был не на домах а все-таки на огнях на фонарях чтобы они у нас смотрелись ярко светились вот заполняю заполняю обратите внимание я чередую где-то я схватила оранжевого оттенка где-то желтого где-то красного где-то этого зеленоватого по набережной где-то белесых чуть-чуть до разбросала то есть следите за разнообразием мазков то есть где-то вот чистый желтый беру разбеленные оттенки это конечно хорошо не добавляют света но они также вот глушат вот эту яркость то есть где-то добавляем прям чистый желтый если вот переборщили как я дам перестаралась пересветлила можно вот так вот носиком мастихина эти пятнышки вот эти вот фонари кое-где разбить разделить также смотрите за вертикалями домов я вот сижу боком не не совсем удобно иногда заваливается у меня и вертикали и все а вы будете сидеть прямо до перед холстом то есть вам будет удобнее и как бы за этим наблюдайте за линией горизонта и также за вертикали домиков и вот сейчас я добавляю вообще просто от себя вот чтобы не были какие-то квадратные до дома были что-то более такое этажное более сложная вот какие-то конструкции добавляю что-то там еще какие-то этажики более узенькие то есть вот здесь до такого слева здание пустоватое добавила там еще возможно за ним какое-то здание выглядывает то есть усложняю в принципе по сути усложняю какими-то вот детальками силуэт нашего городу опять-таки повторюсь да вы можете сделать свой город свои дома я показываю просто принцип а здесь уже можно в принципе поиграть поэкспериментировать как угодно и замешала оттеночки примерно те же самые которые у нас были на фонари да и вертикально прокладываю отражение от этих фонарей в воду то есть я смотрю где у меня я нанесла там до оранжевые у меня виднеются то есть под ними вниз на воду я бросаю такие вот блики под оранжевыми оранжевые там где у меня более желтые желтых где красные под под красными красные отражения то есть под каждым оттеночком чтобы это логично смотрелось да не то что у нас там красный присутствует а красного в отражении нет там зеленый как как-то неестественно будут да и еще одно такое правило непосредственно ближе к линии горизонта у нас отражение будет прям точечкой и ближе к нам она будет становиться шире блик вот этот вот я добавляю зеленоватых да уже между этих оранжевых красных тоже смотрите за вертикальностью вот у меня сейчас она завалена опять таки скажу потому что я сижу боком и очень жутко неудобно как бы вот эти вот моменты следить за ними но я исправлю потом но вы лучше делайте сразу правильно и немножко каких-то бликов в края на белилки с желтеньким скраплаком нанесла и горизонтально вот отражение неба сделала посветлее щетинка этой мягенько растушевала с другой стороны с левой ультрамарин беру также нанесла и щетиночкой все это добавила темности есть водичка у нас должна быть темнее чем небо добавляю ультрамарина в небо чтобы она была такой посинее поинтереснее мягенько мягенько все это то есть не давлю все очень-очень легонечко протертой кисточкой еле-еле касаясь вот эти вот пазочки отражения я слегка растушевываю горизонтально постоянно кисточку протираю еще одно такое условие и отражение блики от фонарей не должны начинаться сразу то есть смотрите у нас идет город потом вот видите я сейчас возвращаю потому что кисточкой когда растушевывала попал туда светлый цвет должна быть такая легкая темная полоса как бы ну как сказать город у реки он же у нас не начинается прям сразу да там какой-то набережная какая-то там возможно высота этого города до потом уже начинается водичка то есть так и делаем отступили немножко от города вниз да и потом начали вот эти вот блики фонарей показывать торцом мастихина видите желтый разбили нанесла и чистым носиком вот горизонтальная делаю такие вот кардиограмм куда движение туда-сюда красочка за носиком мастихина тянется получаются блечочки чтобы вот этих полос фонарей не было можно дополнительно еще вот эти полосы до нанести красочку прям уже непосредственно по краям и сделать более мягко вот это вот все вот как здесь эти красочку набираю и растушевываю эту линию чтобы она у меня больше было похоже да на отражение серединку этого яркого чтобы ярко смотрелось отражение фонарей можно чистого белого добавить но аккуратно немножко чтобы она не стала каким-то чересчур выбеленным то есть она все-таки желтенькая должно быть ну я пытаюсь теперь выровнять свои кривые отражения то есть вы смотрите когда увидите что у вас все отражение получилось то есть не надо не обязательно как я да там 10 раз вы возить на одном и том же месте я просто выравниваю чтобы у меня не были они у меня куда-то завалены да если у вас получилось как бы с первого раза вас это устраивает оставьте так это а я все поправляю все исправляю то есть изначально сделать правильно лучше чем потом мучиться исправлять вот я ведь протянула все это дело в левый край вот он приблизительно уже и выравнивались и уже более ярких наношу сверху то есть как понимаете да ты же сидеть напротив холста вот именно прямо перед холстом это очень важно потому что когда сидишь сбоку кажется что все нормально все замечательно но если отойти подальше посмотреть то особенно в таких вот до пейзажа где вот это вот вся геометрия вся она так вот важна да и здания были зданиями они какой-то там пизанскими башнями то есть нужно конечно сидеть прямо чтобы сразу видите вот эти вот если здание не туда наклонилась как бы то будет сразу видно и вот самых ярких бликов последний раз добавила и на этом все вот посмотрите поближе насколько тоненько написано небо облака так мягко стушеваны кисточкой если у вас нет такой кисточки можно какую-нибудь взять ну мягенькую к примеру что-то типа пони либо может знаете есть козочка у кого кисточкой из козочки она тоже очень мягенькая такая классная тоже такие растушевочки делает прикольно вот такие вот отражения полоса видите город и непосредственно линия огней отражения в воде разделена темной полосой такая работа получилась ставьте лайки друзья если понравилось видео подписывайтесь на канал а я желаю всем отличного настроения творческих успехов и до скорой встречи в новом видео пока пока пока